Праздники подошли к концу, мы возвращаемся к трудовым будням. Здесь обучают будущих мастеров бьюти-индустрии. Люди, которые делают целый день маникюр или учат других делать массаж, не понаслышке знают, как тяжело дается эта работа. На выручку приходит офисная или производственная гимнастика. И пару полезных упражнений нам покажет инструктор по спорту Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Ирина Киселева. Вперед! Основную часть времени в течение дня ты сидишь. Поэтому важно, конечно, делать зарядку. Сегодня я хотела бы показать специалистам, которые занимаются сидячей работой, как можно в процессе трудового дня снять напряжение и усталость тех мышц, которые постоянно затекают. Вот представим, мы с вами сидим, когда у нас с вами в тонусе расслабляется, во-первых, мышца, которая держит позвоночный столб, и в тонусе грудная клетка получается. Это сдавливает наше дыхание, и нам тяжело дышать. Начнем с шейного отдела, потому что он тоже перенапряжен. Вы, наверное, это ощущаете, Ольга. То есть мы делаем, смотрим вверх, как будто там у нас солнышко, смотрим вниз, смотрим вверх, смотрим вниз, еще раз вверх и еще раз вниз. И так 8-10. Потом посмотрели на плечико, посмотрели на второе, посмотрели на плечико, посмотрели на второе. Плечо. Собрали лопатки. Выдохнули. Собрали. Выдохнули. Вот здесь, Оль, знаете, важно, чтобы вы двигались в одной плоскости и не забирали вверх. У вас вот идет плечи ровно. Да, вот хорошо. И здесь выдохнули. И выдохнули. Сняли напряжение. Круговыми движениями поработали. И назад круговыми движениями поработали. Хорошо. Круговыми движениями здесь поработали. И в обратную сторону поработали. Просто вверх подняли, растянулись, опустили. Округлили спину. Подняли. Округлили спину. Подняли. Округлили спину. Подняли. Но мы еще сидим на стуле, заметьте. Что мы делаем дальше? Прямо под столом. Подняли ноженьку. Опустили, но на пол не ставим, она в напряжении. Подняли ноженьку. Опустили. Подняли. Опустили. Вверх. Подняли. Опустили. Подняли. Опустили. Тяжело уже? Или еще? Тяжело уже. То есть если защитить время, вот здесь достаточно трех минут. Что делаем самое последнее? Встали. Выдохнули. И сели. Опять. Встали. Выдохнули. И сели. Еще раз. Встали. Выдохнули. И сели. Выпили стакан воды. Прошлись. Посмотрели в окно и сказали, мир прекрасен. Для офисной или производственной гимнастики вовсе не важно, что нет нужного спортивного антуража или спортивной формы. Гантели. Все это не потребуется. Можно заниматься даже в пиджаке. Тем более цели накачаться, вспотеть и нет. Важно просто расслабиться и снять напряжение. Работаю косметологом. Очень устает позвоночник. Бывает, что индивидуальное обучение, которое занимают и так же и по 10 часов, да, мы где-то маленько отдыхаем, но, естественно, устаешь. Устаешь, и руки устают, и разговаривать устаешь. Работа связана с тем, что вы стоите. У вас перенапрягается поясничный отдел, спина, ноги. Первое, что мы делаем, мы немножко можем поработать с шеей, да, то есть круговые движения. Круговые движения. Руки можно прямо вот не думать о том, что они там как-то напряжены дополнительно. Круговые движения в одну сторону, поработали круговые движения в другую сторону. Подняли плечики вверх, опустили вниз. Подняли вдох, сделали, опустили выдох, сделали. Подняли вдох, опустили выдох. Круговые движения в плечах. То есть поработать так. Поработать вот так. Поработать в локтевом. Теперь вот у нас с тазом, да, мы можем вывести его сюда, в сторону. Сюда. 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 Что ощущаете? Любопытно. Больше можно тут больше-больше. Ир, вы не стесняйтесь. Не стеснять не могу. Не можете? Я думаю, что если регулярно делать, то вполне справитесь. Теперь вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. А теперь снимаем напряжение со спины. Вот просто повисли. Для камеры покажу. Просто повисли. То есть у вас копчик чуть вперед уходит. В голове, в подбородке вы яблочко держите. Повисли и круглой спиной вернулись в исходное. Сделали выдох. Опор вот на стол или на стул. И просто вот здесь можно, в зависимости от того, как вот локти положил, это одна. И назад таз уходит. Одно состояние. Руки положил. Это будет совсем другое. Если вставлять через полтора-два часа, три-четыре упражнения, то позитива будет гораздо больше в нашей жизни. Прям ушло прям напряжение. Поясничный отдел более расслабился. Ну, соответственно, шея тоже улучшила самочувствие. Нужно снять эмоциональное напряжение. Это в первую очередь. Я сама работала в колл-центре. И для того, чтобы снять напряжение, я уходила и отжималась, например, в уголочке. Ручки к себе опустили. К себе и прям зажали. Опустили. Вот у нас здесь как будто что-то ценное, и мы это боимся уронить. Опустили. Опустили. Теперь встали и вот из этого положения ручки разогнули. Вот что-то вы от себя отодвигаете. Вот мне вот что-то хочется отодвинуть. Ага. И улыбнулись. И улыбнулись, потому что по кайфу нам. Подняли руки вверх. Потянулись. Через опустили вниз. Подняли руки вверх. Потянулись. Опустили вниз. Так, хорошо. Теперь округлилась спина. Вот прямо округлилась. И выровнялись. Округлились. И выровнялись. Округлились. И выровнялись. Напряжение с поясничного отдела должно уйти. Ноженьку подняли. И на пол не ставим. Подняли. И на пол не ставим. А теперь подняли. Выпрямили. Опустили. Сюда. Подняли. Выпрямили. Опустили. Так. А теперь назад. Подняли. Подняли в пол. Прям в пол ее. Спину округлили. Встали. Округлили. Встали. И сказали, какие мы классные. Мы постоянно находимся в стрессе. И для того, чтобы этот стресс снять, движение – это лучшее лекарство. Спасибо, Ирина. А мы сняли сюжет. Теперь можно и нужно размяться и нам. Спасибо.